Сейчас вы видите на своих экранах мой основной аккаунт, на котором я играю с самого первого дня выхода в FIFA И цена моего аккаунта 10 миллионов монет А сейчас вы видите мой бездонатный аккаунт, на котором я играю 3 месяца И мой состав тут стоит 14 миллионов монет Ну, то есть выводы вы делаете, что донатить в эту игру вообще не стоит И вы знаете, настал тот момент, когда я уже чувствую, что прошел игру И там, и там у меня сумасшедшие составы И мне вновь хочется прочувствовать те самые ощущения, когда ты играешь за каких-то бомжей Открываешь какие-то бичпаки и получаешь от этого удовольствие Ну и сегодня, друзья, ко мне в голову пришла гениальная мысль заспидранить FIFA У меня будет ровно 24 часа, абсолютно новый аккаунт И все средства на то, чтобы собрать себе топовый составчик Идею я подсмотрелась, что у Matt HD Gamer Самой лучшей поддержкой будет от вас это лайк Оставить какой-нибудь приятный комментарий Самый топовый я от лайка, естественно Всем приятного просмотра Ну и, конечно же, друзья, я не могу не напомнить вам о моих спонсорах Это мои хорошие легальные друзья из компании Paris Которые поддерживают каждый мой видеоролик У них на сайте вы можете найти широчайшую линию спортивных дисциплин Классные коэффициентики И если вы еще пройдете верификацию до конца То получите шикарный бонус Фрибет в размере 1000 рублей Ссылка будет в закрепленном комментарии Всем удачи А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании Ну так вот, друзья, залетаю я с двух ног на свой новый аккаунт И выбираю в первую очередь голландцев Чуть позже объясню почему Фивка нас бодро приветствует Накидывает мне кучу пакцов Я их начинаю вскрывать И потихонечку пополнять свой бюджет Ибо сейчас рарки, даже не рарки, стоят каких-то денег Потом Electronic Arts мне вкидывают в пак за чемпионат мира Я такой, ладно, окей, вскрываю И здравствуйте, друзья Сразу же тот Да, это Трипье Но, учитывая, что у меня нулевой аккаунт Без каких-либо топчиков Это довольно-таки неплохо Дальше я начинаю заниматься мутной херней в СБЧ Параллельно выполняю различные задания Залетаю в свой любимый режим Squad Battles И стараюсь выбить Гулита Простите, Чонга Ну и в этом как раз-таки нам помогут те самые голландцы Которых мы взяли в самом начале Параллельно вместе с ним выбиваю Уоткинса Ну и держа в голове о том, что есть еще Фрэнк Лэмпорт Да, полностью я его не добью, но одну карту все-таки смогу выбить Просидев ни много ни мало В игре, ну, часика-полтора Я уже сколотил себе бюджет в 54 тысячи Продавая карточки И выполнил 42 задания И это, конечно, очень круто с одной стороны Но с другой стороны мы вспоминаем Сколько тут хлама по типу там Перформанса вот этих вот стадионов Как бы хорош не был Рейна На данном этапе игры Но 5 игроков 85 плюс И шанс зацепить Какого-нибудь Тотсика из АПЛ Все-таки манит Так, параллельно тут забрали Камнибол карточку Фернандеза Мне показалось, что это Думбия Посмотрите, как он на него похож Как две капли воды 99-й год рождения Я думал, ему лет 40 А этот чувак на Алабу похож Что сегодня за конкурс двойников Так, ну, друзья, самый сочный пак Набор с 5 игроками 85 плюс Блять Ну, теперь я понимаю, что взять Рейну Была не такая уж и плохая идея Так, друзья Решила собрать себе Тотса Ефиел Учитывая мой состав Я думаю, что тут будут карточки Которые смогут усилить его Ну и давайте смотреть Тотс Ефиел Кто? Швед? Форвард? Ну, слушайте По остаткам выглядит неплохо Осталось только понять, как прочитать его фамилию Короче, Виктором буду его звать Ну и в контексте 10-го дивизиона Хочу вам сказать, что Виктор очень даже неплох Он играл у меня на нулевкие сыгранности Голы забивал Файнессы крутые херачил Так, ты кто? Да похуй, кто ты Можно уебать Сколько ударов? 58 Я вас понял Так, друзья У нас пополнение Титаном Трофеев Фрэнк Лэмпорт Здравствуйте Рейтинг 86 В целом, 10-й дивизион Мы довольно-таки быстро проскакали Спасибо Витьку Составы, конечно, нам разные встречались Но, в частности, запомнился вот этот вот Стотти Дебрюйна В 10-м дивизионе Очень интересно Ну, я на всякий случай поставлю, друзья Нихуя у меня в клубе тут бабки ки лежали 5 тысяч за форму сборной Англии сюда Ну и, кстати, пройдя 10-й дивизион Нам дали неплохую награду Это Чонг Который по всем параметрам уделывает Гулита Вот так вот Май на дворе Так, давайте смотреть на составы 9-го дивизиона Да вы чё, аху Ну и в дальнейшем, кстати, у меня часто будут встречаться Такие типы, которые имеют вроде как Несоответствующие составы по своему дивизиону Да и в целом играют как бы неплохо Например, вот с этим челом Я сыграл 3-3 То есть это реально потная борьба была И у меня вопрос Какого хрена? Ну и на этот вопрос пришлось отвечать самому себе Для себя обнаружил 3 типа игроков В низших дивизионах Тип номер 1 Это люди, которые давно не играли в FIFA Условно скажем, сидели в каком-то пятом дивизионе Их со временем откатило в 9-й-й дивизион Второй тип это челы, которые умеют нажимать на кнопочки Создают себе новый аккаунт И просто с нуля фармят себе составы Но при этом уже умеют играть И, собственно, третий тип это абсолютные бомжи Которые только заходят в эту игру И при этом не могут связать двух кнопок Так что, друзья, всё не так уж однозначно Заходя в 10-й дивизион Вы можете нарваться на какой-нибудь киберспортсмена С твинк-аккаунтом И я ещё забыл упомянуть про отдельный тип людей Которые специально не выходят выше дивизионы Чтоб попроще было играть в кубках И выбивать карточки Я их ни в коем случае не осуждаю Потому что я и сам так делаю Потому что в этом сезоне кубковые матчи Приравниваются к твоему дивизиону Поэтому если ты в какой-нибудь элите То Габелла полнейшая Пацаны, тут в СБЧ подарок мне подвезли Игелка, центральный защитник За 83-й рейтинг Для моего склада, я думаю, что он будет выглядеть Довольно-таки неплохо Ну ещё парочку матчей я отыграл И забираем себе Уоткинса Который, опять же, выглядит неплохо Учитывая, что этот аккаунт создан, ну, 3 часа назад Ну и по итогу получается Вот такой вот составчик мы нафармили Буквально за 3 часа, проведённый в игре В последующие дни я продолжал, конечно, охреневать С ваших этих вот составов в 9-м дивизионе Но при этом где-то на 5-6 матчей Приходил всего лишь один луз Мастерство, как говорится, не пропьёшь Собирал очень много из БЧ-шек Поймал у себя тот с бананом Запихнул этого тот с банана в пик вот этих вот джентльменов В этот же день я из ушалки достаю себе центрального защитника в основу Это мистер Ванди Джи Кей Поздоровайтесь Ооо, друзья А это основа Ванди Джи Кей мне падает Как бы меня тут Пае не заманивал, друзья Пак с 10 игроками 85 плюс Манит чуточку больше Поэтому беру именно его Отыграв ни много ни мало, скажу Составы у всех просто какие-то лютые Типа вот я дошёл до 8-го дивизиона И челы там встречаются, ну, прям серьёзные Кто-то прям люто играть умеет У кого-то просто разъёбный состав и играть не умеет Но в любом случае, как бы, проходных игр практически нет Так, мой составчик сейчас выглядит вот таким вот образом Ну, более-менее солидно Но есть к чему стремиться Этот швед у меня уже заколотил 26 плюс 12 за 14 матчей Откинс тоже неплохо Ну, понятное дело, все в таких вот дивизионах плюс-минус будут играть заебись Чонг иногда на форварда у меня передвигается 10 игроков 85 плюс Если у нас тоттики Два дубликата Мюллер и мой шведский друг Сука 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Да, лудомания меня к добру не доведёт Как видите, по этому недовольному ебальничку я скажу в очередной раз Лучше бы я взял по Е Собственно, как и в тот раз Рейну Ну и практически на весь рейтинг я собрал себе тотса АПЛ Трепье у меня есть Главное, чтобы это был не трепье, а в основном как бы можно и насладиться Карта его снова Давайте по статкам угадаем Так, физуха 92, это уже не трепье Радует Защита 53 Блядь, это Харикейн, друзья Это Харикейн Ну, почему бы и нет Так, друзья Ну и финальный контент Приходится отправлять Лериса и вот этого чувачка Который был довольно-таки неплох На сборку героя Так, посередке Титан и два Урлкапа Поехали Это левый Урлкап Так, это у нас какая-то срань Наката Блядь Дальше у нас идёт Опа А вот это что-то хорошее Может быть Кол Ну, это основа железобетонная Но радости как-то особо нет И последняя карта Сульский Аэр Ну, наверное, Колу возьму В атаке у меня всё занято Поэтому Кол вырывается мне в основу Так, ну чё Таким вот образом выглядит мой склад Мне кажется Достойно Вы просто представить не можете Сколько времени я потратил на то, чтобы выбить эти карточки Я сидел как сумасшедший из бронзы Крафтил серебро и серебра золото Из золота, рарное золото Из рарного золота Улучшение АПЛ Без понятия Сколько времени на это сумасшествие ушло Но поверьте Очень много Параллельно Также я залутал себе Галкипера в основу Это Рамсдейл Да-да На этом аккаунте Можно порадоваться и такому дропу Я думаю, что Геймплей из низших дивизионов Это не самое интересное Что вы можете посмотреть Поэтому предлагаю закругляться Фивка мне показывает То, что я наиграл 21 час Да, большую часть времени Я где-то АФК сидел Где-то всякой хернёй занимался То есть, по факту Часов за 15 Вы можете сколотить Вот такой вот состав Да, мне ещё, кстати Зинченко упало Из улучшения АПЛ Монтаж был очень запарный Буду рад видеть Вашу поддержку В виде лукасов Комментариев Если вам интересно Какое-либо взаимодействие С данным аккаунтом Дайте знать мне об этом В комментариях Может быть, что-нибудь ещё придумаю Может быть, вам будет интересно Посмотреть на Викинг Лигу Как я буду отыгрывать На этом аккаунте Это был забавный экспириенс И, в принципе На моём примере Вы можете видеть Что буквально за какие-то 20 часов Вы можете нафармить Крутой состав Так что, отвечая на вопрос Который иногда мне задаёт А стоит ли сейчас покупать Фи-фу Или же лучше дождаться Новую часть Ответ просто Покупайте Кайфуйте Без каких-либо вложений Вы можете собрать Довольно-таки Неплохой И боевой составчик А с вами был я Пандосов Иксов Спасибо, что посмотрели Данный видос И всем Хорошее настроение Чао-какао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok